Закройте глаза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень медленно откройте глаза... И выразите благодарность всему и всем, кто находится рядом с вами. Я приветствую вас всех. Итак... У нас есть вопросы? Продолжение следует... 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 А молитва – это естественный поток, который, естественно, течет через вас. Смотрите, чтобы было желание, у вас должно чего-то не хватать, не доставать. И если у вас что-то отсутствует или вам чего-то не хватает, возникает желание, чтобы вы могли восполнить эту пустоту. Например, у вас нету дома. И если у вас отсутствует дом, у вас есть желание иметь дом. Это называется желание. Если у вас нету мужчины в жизни, тогда желание иметь мужчину в своей жизни, оно направлено на то, чтобы заполнить эту пустоту и притянуть мужчину в свою жизнь. Если у вас нету детей, и иметь детей – это желание, оно заполнит ту пустоту, которая есть внутри вас. И все, что отсутствует в вас, и вы пытаетесь это заполнить чем-то извне, это создает желание, и это является частью желаний. Это может касаться и знаний тоже. Это может касаться просветления. Это может касаться вечности. Это может касаться здоровья. Это может быть хорошего состояния ума, хорошей памяти, хорошей сообразительности. А быть рядом с учителем или быть учителем. А все те состояния, когда вам чего-то не хватает, и вы заполняете это чем-то извне, это есть желание. И весь этот мир и он весь существует благодаря желаниям. И если в мире не будет желаний, то он тут же остановится. И все, что происходит в мире – рождение и смерть, создание отношений, семьи, грусть, счастье, печаль – это все происходит из-за желаний. А кто-то спросил Свами Вивекананду, в чем причина цикла рождения и смерти. И Свами Вивекананда ответил, что желания являются причиной цикла рождения и смерти. Поймите одну вещь. А в этой Вселенной а все, что становится полным, становится вечным. А оно перестает вступать в реакции с чем-либо. Если не применяется какая-то внешняя сила, то это не возможно, чтобы это сделать реакцию с другим другим. И если не применяется какая-то внешняя сила, то тогда невозможно, чтобы это что-то вступило в реакцию с чем-то другим. И реакция происходит до тех пор, пока что-то не является полным. У водорода одна валентность. А у кислорода семь. И когда два атома водорода соединяются с одним атомом кислорода, они становятся инертным, они становятся полным. И они берут часть отсюда, часть отсюда, получаются цельными, перестают вступать в реакцию дальше с чем-то. Если что-то является кратным числом, например, 2, 8, 16, 32, они считаются более стабильными числами. Более стабильными имеется в виду, более цельными. Более полными. И чем они более полные, тем они как бы заканчивают возможность сотворения будущего. Если что-то цельное, у него нет будущего. Если у чего-то нет будущего, то тогда это что-то, оно нарушает вот этот цикл рождения и смерти. Единственная вещь, которая может вывести вас за цикл рождения и смерти, а что вы умираете целиком и полностью. Когда вы умираете этот тело, вы должны быть целиком и после этого, тогда только вы можете быть отсюда от рождения и смерти, а то, что вы будете в этом цикле снова и снова. И когда вы готовитесь к смерти, вы должны быть настолько цельным и полным, чтобы не было ничего, что вернет вас обратно в цикл перерождений. А все рождаются неполными на уровне ума. И все умирают также, будучи неполными на уровне ума. Только несколько человек умирает, остановив свой ум. И те люди, которые умирают с остановившимся умом, они никогда не возвращаются. И если вы скажете, что может быть у них есть выбор вернуться, но нет, у них даже этого выбора нет. Выбора нет. Вы поднимаетесь выше выбора. И когда вы поднимаетесь выше выбора, это значит, что вы преодолеваете барьер желаний. Это говорит о том, что вы стали цельным, вы стали абсолютом. А у абсолюта нет будущего. И у него нет прошлого. И тот момент, когда вы осознаете свою цельность, вы будете смеяться над собой. Вы скажете, о, я был все время абсолютным. Почему же я тогда смотрел вовне и искал радость или счастье, или жадность меня вела куда-то? Потому что ваше внимание не там, поэтому вы этого не видите. Поэтому желания, они индикатор, что человек не является цельным. И человек не осознал себя как абсолют. И иногда люди получают это осознание, и после этого они даже ничего не говорят. Они погружаются в молчание, оставляют тело и все. И когда кто-то говорит что-то, исходя из своего сознания, существует один последний момент. Он еще не растворился. У него до сих пор есть своя предыдущая форма. И он еще есть опыт переживания бесформенного. И благодаря комбинации формы и бесформенного, он может говорить о бесформенном. о бесформенном. Он может делиться о бесформенном, но все еще он не является бесформенным. И между ним и бесформенным все еще существует небольшое расстояние. Хотя это очень последний, это как последний рубеж. Но все равно он все еще там. И когда кто-то растворяется бесформенным, тогда для него нет даже возможности сказать что-то. А когда вы оставляете свой ум, абсолютно вы также не сможете ничего сказать. И после этого вы не сможете оставаться в теле долго. Поэтому практики обычно минимизируют работу ума. И до тех пор, пока они находятся в теле, они не убивают его окончательно. Они находятся между умом и неумом. Когда им нужно говорить, они приходят в состояние ума. А когда им не нужно говорить, они идут в состояние неума. Но у них до сих пор есть ум. И желания также это еда для ума. И желания также являются корнем ума. Если желания нет, то тогда ум исчезнет. Однажды, шел сатсанг, и Святой Кабир давал сатсанг в своем доме. Там было открытое пространство. А была дверь, которая вела внутрь. И он сказал всем, закройте глаза и сфокусируйтесь на своем дыхании. И люди закрыли глаза, сфокусировались на дыхании. А он пошел домой. Он пошел на кухню. А его жена готовила просад. Он пришел и хотел попробовать. Я хочу поесть. Хочу попробовать. А жена ничего не сказала, потому что шел сатсанг. А в нашей стране, еще в некоторых других, жены – это самые мудрые люди. Они знают, когда спросить. Они знают, когда говорить. И они знают, когда кричать. Они знают все четко по времени. И эти женщины, они очень сильные женщины. А женщины, которые не знают правильное время для всего этого, мужчины не могут с ними жить. И Кабира вернулся в холл. Сатсанг закончился. Все поели просад. И тогда Кабира сидел со своей женой, и она задала ему вопрос. «Любовь моя, я знаю, что ты находишься выше всего этого, и ты находишься выше ума». А ты уже достиг того состояния, которого мы должны достичь. Я знаю, что у тебя нет никаких желаний, потому что я твоя жена. И никто не знает о вас больше, чем ваш муж или ваша жена. И если кто-то вас сертифицирует в том, что вы просветлены, это может сделать только ваша жена и никто другой. Или ваш муж. Только два этих человека могут выдать вам такой сертификат. Ну, либо если у вас есть действительно просветленный учитель. Но учитель вам сертификата не даст, это точно. И она сказала, «Я знаю». И я знаю, что ты находишься выше всего, выше ума, выше желаний, выше привязанности, выше всего нашего материального мира. Но я все еще не понимаю. Я не понимаю, почему ты прибегаешь на кухню и начинаешь как ребенок прыгать, пробовать еду. И он сказал очень красивую вещь. Я тогда не смогу жить в этом мире больше. А все мои узлы, они развязаны. А нету никаких желаний здесь, которые бы меня держали. И поэтому я создаю осознанное желание, чтобы держаться за этот мир до тех пор, пока мое тело живо. Поэтому иногда просветленные люди осознанно удерживают одно из желаний, как последнее то, что их привязывает к этой земле. Чтобы они могли быть таким мостом между бесформенным и формами этого материального мира. Потому что без моста люди никогда не смогут путешествовать. Они должны иметь перед глазами живой пример, как это ощущается. Если бы кто-то 200 лет назад сказал, что мы сможем летать по воздуху, кто-нибудь бы в это поверил? А сейчас по меньшей мере 10% населения Земли они летают. Поэтому осознанное существо работает как мост. То, что он говорит, сейчас вы не готовы в это не поверить, не понять. Но вы заходите на этот мост, вы получаете какой-то опыт, вы видите что-то. Потом вы возвращаетесь. Вы идете, возвращаетесь, идете, возвращаетесь. И до того, как мост исчезнет, вы становитесь настолько сильным, что вы сами становитесь мостом. И иногда просветленные люди и люди пробужденные, они оставляют один, одну или две привязки, чтобы не покинуть этот мир окончательно. И я очень часто говорю своим друзьям и своим студентам, что у меня осталось только одно желание. И помимо этого ничего больше не приходит в мою голову. И иногда я чувствую, что я пробовал. Я старался осознанно оставить это желание. И через два-три дня я чувствую, как будто я как шарик улетаю. И я не могу уже удержаться на земле. Поэтому я осознанно возвращаю это желание, чтобы оно как крючок меня держало. Это осознанно. Поэтому оно может быть развязано или отпущено в любой момент. Как только я захочу покинуть этот мир, я отпущу это желание, и все, меня не будет. Вы умираете без выбора. А монах, просветленный человек, тот человек, который получил опыт переживания бесформенного, всегда умирает по своему выбору. А не бывает такого, чтобы он спал, и у него остановилось сердце. Или случилось кровоизлияние в мозг. Не бывает такого. И до того, как он умрет, он знает, что он оставит тело. Он оставляет тело осознанно. И поэтому в Тибете практикуют самую большую практику, это практика подготовки к смерти. Мы в нашем ашраме тоже сделаем такую практику. Эта практика будет для тех, кто будет старше 65-ти. Люди могут прийти, научиться этой практике и подготовить себя к переходу. Или те, кто серьезно болеет и понимает, что они будут недолго в этом теле. Мы научим их, как умереть. Чтобы хотя бы вы смогли умереть в состоянии осознанности. Я не говорю, что вы не будете рождены снова после такой смерти. Но одно, я могу сказать точно, что вы не будете рождены в состоянии невежества. Если вы умираете в состоянии невежества, то вы и перерождаетесь в состоянии невежества. А если вы покидаете свое тело осознанно, то тогда вы рождаетесь в состоянии осознанности. И мы начнем такие практики в ашраме. И люди, которые будут подходить по возрасту, они могут присоединиться. И также люди, которые захотят заняться йогой после 50 лет, мы их также примем. А те, кто младше 50, они не смогут приехать на занятия йогой. Это будет доступно только тем, кто старше 50. И мы не будем брать постоянных волонтеров, кто будет младше 50. Те, кто будет работать волонтером и будут младше 50, а иногда мы их будем отправлять все-таки в мир. Потому что это время, когда вы должны еще познавать мир. И вторая часть этого вопроса, когда преданный человек, когда студент, ученик, когда он молится солнцу, луне или святому учителю из живой традиции и просит прийти и в помочь, это не есть желание. Это не желание. Это не желание. Поймите одну вещь. Благодарность – это желание? Это желание? Нет. А молитва, она происходит из того же корня, из которого происходит благодарность. И если ваши молитвы идут из желаний, это может быть что угодно. Тогда это не является молитвой. Потому что я не хотел использовать это слово «молитва» потому что это слово «молитва» потому что оно обесценено христианскими установками на Западе. Вы становитесь полным. Что происходит, если вы приготовили лишнюю еду? Давайте просто посмотрим на вашу кухню, а не где-то там высоко. Что происходит, если у вас образовалась лишняя еда? Первое. Мысли, которые у вас происходят, вы думаете, ой, я хочу с кем-то поделиться. Если вы приготовили лишнее, вы хотите этим поделиться. Если вы приготовили меньше, у вас когда-нибудь возникала мысль, что вы хотите поделиться? Нет. Молитва действительно напоминает то, когда мы делимся. А человек, который голодный, он не может молиться. И на английском это тяжело объяснить. И потому что английский это один из самых бедных языков, которые я обнаружила. Потому что на нем невозможно объяснить эмоции так, как мы их чувствуем и проживаем. Либо я просто плохо английский знаю. По любой причине. Но молитва и процесс молитвы Молитва и премь Премь like love? Нет. Премь is not love. Премь и прея Like prayer is an English word. Слово молитва, prayer это английское слово. And the word by which you have asked the question what this student or what this ritual practitioner is doing by asking these things. И то определение того, что делает этот ученик, когда он просит Бога или учителя ему помочь. It is from pray. It is called pray. Это исходит из прим. 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 Прея. Прейм. 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 У меня нету аналога на английском к слову прейм. Some people connect it as love. Кто-то определяет это как любовь. No, love is not pray. Это не любовь. Прейм is something when you are fulfilled and it's flowing through you. Это происходит как поток, который идет через вас. Безусловный. Безусловный. Без желания что-то удержать, без надежды, без привязанности. Have you seen water fountain like somewhere from earth naturally water coming up? А вы видели естественные фонтаны, которые бьют из земли? This water, this fountain, did he demand something from you? Этот фонтан, он что-то хочет от вас? Nothing. Ничего. Even if you don't do namaste, it will give water, keep giving water. И даже если вы не поприветствуете его, он все равно будет бить так же, как был раньше. If all humans of the world will come there and say thank you, it will not change. It will run in its own speed. And even though all humans disappear from the world, then also it will be the same. Brain is something which is unchangeable, unconditional and undesirable. Это то, что безусловно, неизменно и не подвластно желаниям. So when you are talking about the student is saying that sun, come and help me, the moon, please help me, or the God, please bless me, or the masters, bless me. И когда вы спрашиваете про этого ученика, который приходит и просит солнца или луну, или Бога, или учителя помочь ему, если вы когда-либо находились на позиции ученика, вы поймете, что он полон благодарности. And when he is saying this word, when he is altering this word, he is altering this word with unconditional gratitude. И когда он говорит эти слова, он говорит их, исходя из безусловной благодарности. И когда вы говорите что-то с благодарностью, это перестает быть желанием. Это не может быть желанием. благодарность это не есть желание. А благодарность это то, что говорит о том, что вы являетесь цельным. And you are saying, you are giving this gratitude because you really understand the importance of everything и вы выражаете эту благодарность, потому что вы понимаете значимость всего того, что находится снаружи. when the student is here saying that sun please help me and when the student is here saying that sun please help me he don't even stand and wait that sun will come to help me. He just said and moved. He said moon please come and help me. He don't wait that moon is coming or not. Let me go out and see. When he is saying the master please help me he is not waiting for master to come and help. When you are not waiting for something to happen when it is just coming by a flow of gratitude it is frame. it is not desire. And this thing is unconditional because he is not waiting for them to come and help. But he feels that he is complete by saying this. Maybe sun will not come. But by altering the name of sun he already got the energy of sun. But by altering the word moon he already got the energy of moon. Maybe the master will not come physically. But by altering the name of the master already he got the support of the master. So it is absolute on the process of absolute. That's why there is no desire. And that's why there is not even future of what he is saying. a desire has a future. That's why it's a desire, no? If any prayer has a future it becomes a desire. And if a desire not have a future it becomes a prayer. a desire. And if a desire is not a future then it becomes a prayer. Understand? Without the future there is no desire. There is a huge difference between unconditional prayer and and a desire. It's hard for me to understand how you can even think that they are sin. And for me it's hard to think that you can even think that they are sin. Every person who is asking something who is asking is not a beggar. He is not a beggar. This is something which has gone wrong with the time. Но это что-то что пошло не так со временем. That every person who asks something что каждый кто что-то спрашивает we started to call him beggar. Мы стали называть их теми кто просит подаяния. There is a monk есть монах there is a beggar есть нищий both are asking for something и оба они что-то просят. But one is a king asking но в одном случае это король просит а в другом просит нищий. When king is asking и когда просит король he is giving you a lot in return он дает он дает очень много взамен but when a beggar is asking he just take from you and that's all. It's one way traffic it's 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 one this is gone but when a monk is asking it's a two way traffic it's it's two and you give him little this much this materialistic thing what does it mean? You give him or some another kind of practice or some other kind of practice so when a monk is asking he is giving a valuable knowledge in return and поэтому когда просит монах он дает вам взамен очень много that's why when we give to the monk after offering we touch his feet и поэтому когда мы даем подаяние монаху мы всегда после этого касаемся его стоп we feel grateful that you have accepted our offering мы благодарим его за то что он принимает наше подношение потому что мы понимаем что ему на самом деле это не нужно даже если он просто будет сидеть где-то он получит то что ему нужно но когда вы подаете нищему вы не касаетесь его стоп вы понимаете что это не нужно монах он даже лучше чем король однажды один монах пришел в одно королевство а это было время почти на закате и основные ворота замка были закрыты и он искал какое-то место где переночевать потому что была зима и он обнаружил яму где днем готовили костер и на нем готовили попкорн он просто выгреб оттуда угли и пепел и остался там спать он очень хорошо поспал всю ночь и утром когда двери замка открылись король выехал на своей лошади а монах вылез из этой ямы и поскольку он спал в ней то он был весь перемазан пеплом и когда король выехал он увидел монаха и он стал смеяться и смеясь он сказал и он спросил ну что как ты спал ночью и монах засмеялся улыбнулся и сказал примерно так же как у тебя а в чем то лучше чем у тебя а это потрясло короля и он подумал как ты можешь говорить что в чем то как у меня в чем то лучше чем у меня как это возможно и он сказал что король когда ты заснул ты не знаешь где ты спишь ты пребываешь в глубоком бессознательном состоянии и когда я заснул я тоже был в глубоком бессознательном состоянии но когда ты не спал и когда ты был пробужден до сна и после сна в твоей голове было очень много напряжения и мыслей связанных с проблемами твоего королевства и чтобы освободиться от них ты вышел на утреннюю прогулку рано утром но до того как я лег спать и после того как я проснулся я читал мантру и наслаждался умиротворением и мое состояние ума было лучше чем твое когда ты проснулся и в этом смысле моя ночь была лучше чем твоя ночь и монахи они даже выше чем короли и в нашей стране монахи всегда были очень большой важной частью традиции особенно те которые становятся частью парампары или принимают саньясу это не те кто просто убегают от материальных проблем одевают шафрановые одежды и считают себя монахом и когда монах начинает говорить вы всегда понимаете к какой традиции он принадлежит и какое его прошлое знаете учитель Александра у него было желание что он хочет встретить индийского монаха и он сказал Александру ты едешь в Индию привези мне оттуда монаха и когда Александр собирался ехать назад он сказал и он отправил на поиски монаха которого он мог взять с собой и они нашли монаха и попросили его поехать с ними а монах сказал зачем а ему сказали потому что Александр тебя зовет он сказал это кто такой они ему сказали что это король мира он сказал нет это невозможно не существует одного короля в этом мире и единственный король который правит этим миром а я знаю когда он меня позовет поиски и и солдат вернулся и к Александру и сказали что монах не хочет ехать Александр поехал сам улыбнулся сказал ты должен поехать со мной потому что мой учитель попросил привезти с собой монаха отсюда он сказал нет я не поеду я не хочу и Александр разозлился и он сказал я могу отрезать тебе голову и тогда этот монах улыбнулся и сказал хорошо отрезай ты посмотришь как моя голова слетит с плеч и я посмотрю как моя голова слетит с плеч и Александр был в шоке он преклонился к стопам этого монаха Александр которому поклонялись все он просто преклонился к ногам обычного монаха поэтому обычный монах он намного сильнее чем любой король в этом мире и поэтому в нашей культуре если вы прочитаете историю монахи всегда стояли на первом месте на самом высоком и им никто не мог сказать нет и в современном мире конечно каждый может стать монахом но много изменилось каждый может начать носить оранжевую одежду даже без понимания значения этого и поэтому вот эти загрязнения они все портят имя монаха но они всегда были самыми уважаемыми людьми и в нашей стране у них всегда было восприятие как рач-гуру духовного учителя при королевстве каждый король традиционно у них всегда был один просветленный учитель когда они выполняли все обязанности по королевству но из-за того что получивший образование на западе у нас был один премьер министр который к сожалению был нашим первым премьер министром он сделал нашу страну Дхарм Мирпекша это означает что мои глаза закрыты и я не вижу религию дхарма мои глаза закрыты и я не вижу своих обязанностей и я не вижу духовность он легально закрыл все двери ведущие к духовности к религии к любым проявлениям духовности в политике и он был последователем такого человека который говорил что политиками могут быть только духовные люди могут быть политическими лидерами но он выбрал себе такого последователя в котором не было ничего духовного и который более того закрыл все двери ведущие к духовности и если вы становитесь слепым к духовности если вы не видите ее вы не можете обогатить человеческие ценности и человеческую жизнь и поэтому красота нашей культуры была потеряна за последние 50 лет а мы очень благодарны этим монахам мы благодарны ашрамам большим храмам которые поддерживают эту культуру и поддерживают остатки того что было настолько богато и красиво в нашей стране знаете что происходит в нашей стране а что все деньги которые получают храмы и все забирают государство и они не могут использовать эти деньги для того чтобы выполнять любые активности связанные с храмами это происходит только с храмами в нашей стране моск whatever моск they are they use their own money church whatever church and missionary church they are they use their own money to spread their culture but temple money is taken by government and not allowed to spread their cultures и деньги которые получают мечеть или церковь они могут использовать по своему усмотрению и государство не забирает но те деньги которые собираются в храмах их забирает государство как тогда культура будет процветать у нас всегда была индийская культура у нас не было ни христианства ни ислама there was no muslim in this country 1200 years before not even a single 500 years ago there was not even a single christian but are allowed according to the constitution to spread their cultures but Hindus are not allowed to spread their cultures in this is what happens when you make somebody who is non spiritual as a politician if you will count the number of the spiritual schools of Islamic people is more than 200% than the number of the spiritual schools of Hindus and in the percentage they are only 16 and this happens when you make a non-spiritual person as a head of a nation and give all commands to them and that's that's why this country has lost its culture and today you do not you cannot find even a single Hindu in this country you cannot find a really person who is sanatani who is coming from previous Islam before that either they are even in the monks dress they have been so much manipulated they have been so much influenced by Islamic and Christian thoughts that they forgot what they was даже если они носят монашескую одежду на них Islam и importantes что они потеряли свои корни и я скажу одно 99 процентов людей в этой стране живут они одеваются как христиане штаны и рубашки отмечают Новый год День святого Валентина, дни рождения, свадьбу, все как у христиан, но думают как исламские люди. И они думают как мусульмане и пытаются контролировать в том числе поведение женщин, решают им как себя вести, что носить, где им можно находиться, где им нельзя находиться. Но если вы спросите их, как их зовут, это будут индийские, индуистские имена, имена наших богов, только по имени они индуисты, культура остается только в именах. И сейчас даже это пропадает, и у нас есть Джонни, Тони и другие английские имена. И наша культура была испорчена глупыми политическими лидерами в течение последних семидесяти лет. То, что мусульмане не смогли разрушить за пятьсот лет правления в нашей стране. То, что англичане не смогли уничтожить за двести пятьдесят лет колонизации. Наши политические лидеры, они смогли уничтожить за семьдесят лет. Все. Очень сложно найти что-то, что осталось, что можно было бы говорить. Храм Каджурахо в нашей стране. Это один из самых красивых храмов в мире. Один политический лидер из нашей страны. Махатма Ганди. Знаете, что он сказал? Он сказал, что этот храм берет свое начало в темных временах Индии. Это было с тех времен, когда люди потеряли свой путь. Когда они были абсолютно привязаны к всему мирскому, оттуда происходит этот храм. А вы знаете, какое первое упоминание этого храма? Первый президент сказал, что этот храм должен заложить динамит под этот храм, и его нужно взорвать. Вы когда-нибудь были в этом храме? Если вы поедете туда, посмотрите на лица. И сравните с лицом Будды. Будды положите их рядом и посмотрите. Они абсолютно одинаковые. А то, что наши политические лидеры называли темными временами, это был наиболее просветленный период в жизни нашей страны. Просто благодаря неправильному пониманию весь ваш ход мысли идет неправильно. Например, сегодня я говорю с вами и с другими иностранцами про эти вещи. А если я стану говорить с индийцами, они через пару недель мне голову отрежут. Или меня посадят за что-нибудь. И поэтому я не говорю с ними об этом, потому что им это не нужно. Но что я пытаюсь вам сказать? Духовность это не прощение подаяния. А духовность это как донор. Только духовный человек может сделать что угодно. Потому что он будет делать все с благодарностью, и он будет постоянно отдавать. И не должно быть не духовных людей в системе образования. Каждый учитель должен быть духовный. Потому что они не знают духовность, они не знают как давать. Ни один политический лидер во всем мире не может быть бездуховным человеком. И его нельзя допускать даже на политические выборы. Это была всегда их работа. Но теперь они делают только одну работу. Помогают себе. Они присоединяются. И на счету у них может быть одна-две тысячи долларов. А через пару лет у них миллионы долларов в Шицарском банке. Поэтому это не для этих людей. И поэтому, возвращаясь к вопросу, разница желания и молитвы. Желания никогда не ведут к чему-то хорошему. Я не говорю, что они плохие. Но они не помогают другим. А молитва всегда помогает всем, кто находится рядом с вами. И без желания вашего кому-то помочь, все равно ваша молитва будет помогать другим. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Есть продолжение этой дискуссии. Есть желания, которые同じ в природе или разные в природе, но вы уже ответили. И что делать с желаниями, которые не могут быть выполнены? Трансформирование. Сначала постарайтесь исполнить ваше желание. И старайтесь до тех пор, пока вы не почувствуете, что это желание исполнить невозможно. Если вы не достигнете того момента, когда вы действительно поймете, что желание невозможно исполнить, тогда вы не сможете его трансформировать. Достигнете того момента, когда вы действительно это почувствуете. И если вы начнете его трансформировать в самом начале, то мне очень жаль, 90% так называемых духовных людей по всему миру они пытаются это делать на протяжении нескольких лет. Они не хотят быть брахмачари, но они хотят ими быть. Брахмачари — это соблюдение целебата. Поэтому они стараются это желание трансформировать, а не давая этому никакого выражения. Они подавляют это, либо делают еще что-то. И вы слышите, что по всему миру постоянно происходят какие-то ситуации в ашрамах, в церквях или в монастырях. И те люди, которые называют себя борцами во имя Бога, те, которые убивают во имя Аллаха множество людей, например, Усама бин Ладен. Знаете, когда нашли его жилище, что нашли в его комнате? У него было больше, чем 1 тысяча порно-фильмов. И он сражался во имя Бога. И это вопрос не только в нем. Даже в нашей стране, в ваших странах, все те, кто стараются подавлять сексуальность, без правильного ее понимания и работы, там это... Возникают ситуации, мы слышим новости, что этого бабу обнаружили женщины или этого человека обнаружили женщины. Либо вот этот священник развлекался с женщинами. Эти вещи происходят почему? Потому что без выражения и без понимания, без правильной работы над этим, просто силой мысли вы не можете это контролировать. Женщины могут контролировать только 1%. Условия без достижения такого состояния ума, когда у них это желание происходит естественно, сейчас это происходит очень рано, от 6 до 12 лет в этот период времени. Если до этого возраста, до 6 лет, если девочку помешают в такие условия, где такие мысли не могут даже возникнуть в ее голове, и весь ее подростковый возраст может пройти там, когда сексуальные желания ни в какой форме, ни в каком измерении, физически, ментально или духовно не достигают ее, она может жить без секса всю свою жизнь. А потому что женщина, она принимает, она не доминирует, это не ее естественная природа. Я встречал очень много доминирующих женщин в своей жизни, и ни одна из них не была по-настоящему счастлива. Вы могли увидеть сухость в их жизни. Они хотят поймать и удержать все, но вот это счастье, оно не светит изнутри, а внутри что-то не цветет. И если агрессивная или проникающая природа проникнет в женский ум, тогда это сделает ее беспокойной. Она постоянно будет везде бегать, и она не сможет находиться в одном месте и быть наедине с собой. Не как в современные времена. Люди думают, они посидели один час наедине с собой, типа сделали медитацию, и потом им нужно бежать по делам. А я не запрещаю вам встречаться с людьми. Но вы настолько одиноки, что вы не можете побыть с собой. Вы не можете быть счастливым наедине с собой. Это странно. Поэтому если девочку с детства помещают в такие условия и создают ей определенные условия, тогда она может так прожить свою жизнь. потому что самоидентификация там отсутствует. И чтобы зажечь вот это, должен прийти какой-то импульс из вне. Но с мужчинами, И если у женщин это около 70%, то у мужчин наоборот. Около 10% или до 20% мужчин не могут быть провоцированными этими мыслями. И поэтому они поддаются влиянию и начинают думать в сторону сексуальности. Но 70% мужчин не могут этого делать. И поэтому в Патанжели-йога-шастре очень четко говорится, что мужчина должен учиться контролировать. А мужчина должен учиться, как трансформировать. И для этого мужчина должен практиковать 12 лет селибата. Но есть учителя, рожденные на этой земле, как Сукдев Муни. Он родился уже в возрасте 12 лет. Я знаю, что это странно звучит, конечно, для вас. И как-то я могу об этом поговорить, но в другой раз, потому что это будет очень долго. Потому что есть такие возможности. И возможно также, что вы растите ребенка вне утробы, но при этом зачинаете в утробе. Сейчас, например, ребенок может быть зачат в пробирке и потом выращен внутри. Но также есть возможность зачать внутри, а выращиваете ребенка вовне. И мудрец вышел из утробы в возрасте 12 лет. Ему было 12. И сразу, как только он появился на свет, и его родители были там. Он не назвал их отцом и матерью. Его лицо было обращено в сторону леса. И он побежал туда. И мама кричала, сын, сын. И папа тоже кричал, сынок, послушай. И мать попросила отца побежать и привезти его обратно. И мудрец Вьяса побежал за ним. И там была река, где женщины купались обнаженные. В Индии, в нашей стране, до того, как пришел ислам, все женщины купались обнаженными. А после ислама это изменилось. А сейчас люди даже в ванной моются, в одежде. Я вам скажу очень странную вещь, но 70% людей в этой стране, они моются в нижнем белье. В душе. Не на открытом пространстве. В нижнем белье. Чтобы вы понимали, вот так вот. И Сухдев пробегал мимо, и женщины его даже не заметили. А мудрец Вьяса бежал за ним. И когда мудрец Вьяша бежал, они все подбежали, схватили одежду и накинули на себя. И он был настолько удивлен, потому что он был уже старый, ему было под 80. И он сказал, что мой молодой сын пробежал мимо. Вы не покрыли себя. А теперь я старик, бегу. А вы себя прикрываете. Я не понимаю. И когда женщины сказали ему, что твой сын находится выше сексуальности, он не видит нас женщин или обнаженных женщин. Но ты подошел и задал нам вопрос, и это говорит о том уже, что ты воспринимаешь нас как обнаженных женщин. И очень важно понять, что трансформация желания возможно только с двух стадий. А первое, это вы не имеете даже представления об этом желании или проблеме. Как вы не знаете, например, что такое сексуальность, вы не среагировали на это, и тогда вы сможете ее трансформировать. А, но если вы уже открыли банковский счет, то вам тогда нужно положить на него определенное количество денег, чтобы избежать штрафов. А вы кладете туда достаточно средств, а достигаете такой стадии, когда вы имеете возможность реализовать так, как вы хотели, и понимаете, что это невозможно, тогда можно работать с этим желанием и трансформировать его, потому что в вас уже нет этого голода. И если вы голодны, и вы все еще хотите трансформировать желание, я не скажу, что это невозможно, но я скажу, что это будет очень-очень сложно сделать. Например, вы голодны, вы хотите поесть, возможно, вы хотите есть сильно, потому что вчера был понедельник, но, например, если вы не позавтракали, вы очень хотите есть. А я говорю, хорошо, хлеб, называйте имя хлеб, слово хлеб, и трансформируйте свой голод в слово хлеб, и почувствуйте, что живот наполняется. А большинство религий, они именно это и делают. Большинство людей хотят секса, а им вместо этого предлагают читать имя Бога Рамы. Или что-то другое, неважно. Они читают мантру или молитву, и чем больше они хотят есть, тем больше они читают. И что будет происходить с вами? Чем больше вы будете повторять слово хлеб, тем больше вы будете хотеть поесть хлеба. Вы не собираете цветы, вы не airborne, вы не принимаете throughout the Elaine horn, вы не будете приготовить по проекту, вы не ratings for cooking to complete, И вы продолжаете читать слово хлеб, но вы не идете и не собираете рожь, не делаете тесто, не замешиваете его, не готовите хлеб, вы не можете его порезать, намазать маслом и уже наконец поесть. Вы просто называете слово хлеб, повторяете его. И что будет? Вы будете становиться еще более голодным, еще более голодным. И существует два варианта. Первый, вы все бросите, скажете, не хочу ничего читать, пойду поем хлеба. Это происходит, когда мы слышим, что какой-то святой человек был замешан с женщиной. Или священника обнаруживали со священником или мулой. Вот это происходит с ними. У них нету хлеба. Но они постоянно повторяли это слово. И они стали еще более голодными. В какой-то момент они все бросили и пошли за хлебом. А второй путь. И чем более голодным вы становитесь, вы не волнуетесь. И вы готовы умереть в процессе чтения мантры. Вы продолжаете читать. И вы настолько сильны, что вы готовы покинуть тело. И вы будете удивлены, что через пять часов вы почувствуете так себя, как будто вы поели. А без того, что вы действительно физически поедите. И такой путь тоже существует. Я его не отрицаю. Но это нелегко. И это подходит отнюдь не всем. Поэтому трансформируйте желание. Это очень техничная и очень научная история. И это очень еще зависит от того, что вы хотите трансформировать. У всего есть две стороны. Если вы трансформируете одну, другая также трансформируется. Как, например, любовь и ненависть. Если вы трансформируете ненависть, любовь также трансформируется. А те люди, которые больше любят, они могут ненавидеть больше. Потому что у них есть на чем стоять. Те, которые ненавидят больше, они также любят больше. Посмотрите на человека. Вы думаете, что он террорист, и он пришел убивать. А в нем столько ненависти по отношению ко всем людям, кто не является мусульманами. Но вся его ненависть, она базируется на его сильной любви и к Аллаху, и к его религии. Он настолько любит своего Аллаха, что он готов даже умереть. Поэтому вся его ненависть базируется на чем? На его любви. И когда вы трансформируете ненависть, любовь также трансформируется. И тогда вы никогда в жизни не скажете, я люблю тебя. Потому что для вас эти слова не будут иметь смысла. И также постарайтесь понять, что именно вы хотите трансформировать. Люди спрашивают, какое желание удерживает вас на этой земле. I still enjoy sex, and because of sex I am here. Это секс, и благодаря сексу я все еще здесь. Это все. Okay, great. What else? You just have a lot of hearts and thanks, and it's like expression of gratitude and people are sharing some experience, so it's like very helpful for them to hear what you're saying. So what is the... Маша, what is the percentage of the likes we get for tomorrow? Маша, каков процент людей голосует больше? Шива Сутру. How much percent we get for Шива Сутру? Сколько процентов людей проголосовало за Шива Сутру? А? А? I don't know. I need to set this data, check somebody in the phone. Проверьте кто-нибудь на телефоне, пожалуйста, сколько людей хочет послушать про Шива Сутру. А? There's a phone, they can check. Кто-то может посмотреть на своем телефоне. Ага. Ага. Come see till it's life. Come see till it's life. Yeah, life is going on, so we will not see. Ааа. Yesterday it was 100%. When I checked. 100%? But when I checked, it was 24% to something. Maybe you checked later then. Ааа. So, okay. We will update. Хорошо. We will decide tomorrow. Мы завтра решим. Whatever will be there, you enjoy. Наслаждайтесь, чтобы мы не начали обсуждать. I have to, what I have to speak, I will speak only that, no matter if it is your Sutra or Getsu. И о чем я буду, я буду говорить о том, о чем я должен говорить, поэтому все нормально. Okay. Хорошо. So, thank you very much for being with me. Namaste to you all. Всем namaste. Ом. Сарвей Бхавантусукинаха. Сарвей Санту Нирамаяха. Сарвей Батрани Пашyantu. Умма Кашья Динтук Бхагваве. Ом. Шаанти. 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 Шаанти.